Сегодняшняя тема. Вопрос в комитете по строительству мы получили ответ, в марте будут проведены конкурсные процедуры. Это значит, что контракты будут заключены уже к июлю. Однако мы прекрасно понимаем, что приступать к строительству летом нельзя, для роддомов это час пик. Поэтому попросили запланировать начало работ на октябрь. Деньги на них уже выделены. Как рассказал Анатолий Симоходский, от 17-го роддома на улице Вавиловых останется только бомбоубежище, его полностью снесут. А на этом месте будут строить новое здание перинатального центра. Ориентировочные сроки строительства 3 года. Как будут закрываться на проветривание в 2013 году петербургские роддома, смотрите здесь, правда, за то, что сроки строительства будут выдержаны, никто не может поручиться. Завершение ремонта в здании роддома номер 17 на Леснозаводской улице откладывается уже который месяц, недобросовестный подрядчик, выигравший конкурс, не способен справиться с объемом работ, несмотря ни на штрафы, ни на предупреждения. Последний срок открытия отделения на Леснозаводской, июля этого года. Читатели, доктора Питера, спрашивали, когда закроется роддом на Вавиловых, что будет с внешней обсервацией, отделение для необследованных или имеющих инфекционное заболевание. Как известно, в городе такие отделения есть только в Баткинской больнице, 16 и 17 роддомах. Как пояснил Анатолий Симоходский, до закрытия роддома номер 17 закроется на проветривание 16, его подготовят к бесперебойной работе до весны, а к началу 2014 года выберем еще один городской роддом, в котором создадим обсервационное отделение. Дефицита обсервационных койко-мест не будет. Фотовикай.ком доктор Питер Здоровья вам. Ставьте лайк и подписывайтесь.